Мультиспорт-экспо Какую секцию отдать ребенка? Какие спортивные фестивали проводятся в Казани? В чем разница между профессиональным спортом и занятием общей физической подготовкой? На эти и многие другие вопросы можно было найти ответы на фестивали Мультиспорт-экспо 22 и 23 сентября. В эти выходные на Казани-арене был организован спортивный форум. Территория спортивного комплекса была разбита на пять парков, встречала гостей в Элком-зона. Далее можно было пройти в Эл-акшн-парк, где расположились основные спортивные федерации. Примечательным был и Китс-парк с зоной мастер-классов. Далее развлечь гостей мог и Стрит-Лайф-парк и Ауто-Арми-парк. Во всех парках можно было детально рассмотреть и попробовать все виды спорта, предоставленные на форуме, начиная от бокса и регби, заканчивая настольным хоккеем и радиоспортом. Мультиспорт-экспо проходил в два дня. Помимо спортивных федераций на территории Казани-арены расположилась сцена с развлекательными программами. Данный фестиваль, безусловно, порадовал жителей Казани своим разнообразием спортивных федераций и наличием развлекательной составляющей. Амаль Тимиров, Софья Чугунова, Неделя спорта. За день до выставки, а именно 21 сентября, в спорткомплексе «Бустан» состоялся матч за Суперкубок Казанского федерального университета, где сборная Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, как обладатель Кубка, и сборная Набережной Челнинского института КФУ, как обладатель Кубка чемпионатов, встретились друг с другом, чтобы выявить лучшего из лучших. Виктория Степина подробнее о данном мероприятии. Суперкубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Казань против Набережных Челнов. На футбольном поле встретились команды Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, которые в игре за Кубок Ректора в дополнительное время обыграли эконом. И команда Набережных Челнов, которые выиграли чемпионат КФУ по мини-футболу. С уверенностью можем сказать, что случайных людей здесь нет. Напомним, в команде из ФН два новых игрока. Голкипер Фарид Садриев, который стал лучшим вратарем в игре Кубок Джома 2017, и лучший спортсмен по версии телезрителей программы «Неделя спорта». В стартовом составе его нет, но мы еще успеем насладиться его игрой. Второй новый футболист Алексей Ионов, который несколько лет играл за Институт управления экономики и финансов. Первый тайм проходил на высоких скоростях. Обе команды могли похвастаться быстрыми контратаками, однако, несмотря на это, моменты Набережных Челнов были опаснее. На первых минутах команда гостей играла высокий прессинг, что спровоцировало потери мяча со стороны ИСФВН. По ходу первого тайма команда Набережных Челнов валила чаще, подарив из ФНимку парочку опасных ударов со стандарт. Спустя некоторое время стремительная контратака хозяев привела к серии ударов Давыдова по воротам соперника, но успешные действия Голкипера не позволили мячу пересечь линию ворот. Инициатива регулярно переходила от гостей к хозяевам и обратно, однако в концовке тайма команде Набережных Челнов удалось распечатать ворота ИСФВН после розыгрыша углового. 0-1. Команды уходят на перерыв. Пауза в игре пошла на пользу. Хозяева бодро начали второй тайм и, несмотря на ошибки в передачах, сумели нанести несколько опасных ударов по воротам соперника. Но Набережные Челны вновь прижали ИСФВН. Играющий тренер Денис Давыдов решил встряхнуть команду и на площадку вышел Фарис Адриф. Но замены надо было делать раньше. В следующие пять минут игра характеризовалась отсутствием моментов обеих команд и ожесточенной борьбой в центре площадки. Чувствуя необходимость подключения, вратарь ИСФВН решает выйти в поле и проявить себя в атаке. Поначалу это приносило свои плоды, но из-за жгучего желания забить команда совершенно забыла о защите и после потери мяча пропустила второй гол. Как итог? 0-2. И трофеи уезжают в Набережные Челны. Очень много брака и слишком долго принимают решения, особенно в заключительной стадии атаки. Потому что если вначале мы спокойно держали мяч, они нас даже депрессинговали, давали подумать, давали пространство, давали времени, то впереди уже этого у нас не было. И нам приходилось играть буквально в одно-два касания. А в одно-два касания у нас еще, к сожалению, пока в завершающей стадии атаки это делать не получалось. И Челны как раз на этом нас подловили. Я как раз сказал, что вы забили действительно Челнинские голы, потому что Челны любят на контратаках забивать с углового. И в этом ничего плохого нет. Наоборот, даже хорошо, они используют свои сильные стороны. Мы эти две ошибки как раз допустили, и это стоило нам гола. Двух голов. Два матча уже сыграли Казанский федеральный университет. И обсуждать мы это сегодня будем с Максимом Гавриловым, ведущим специалистом Департамента по молодежной политике и человек, который достаточно хорошо разбирается в футболе. Максим, тебе большой привет. Добрый день. Насколько я знаю, ты посмотрел оба матча, которые были у нас в прямом эфире. Да, я посмотрел оба матча. Хочу вас поздравить с этим замечательным событием, то, что вы теперь в прямой трансляции транслируете эти матчи. Это большой шаг для развития и футбола, и телевидения. И желаю вам в этом успехов. Большое спасибо. Ну что ж, предлагаю перейти к нам к обсуждению. Начнем мы с первого матча. КАИ против КФУ, которые встречались на стадионе КАИ Олимп. Итак, давай посмотрим с тобой первый момент этого матча, а именно назначение пенальти в сторону Казанского федерального университета. Покажите нам его, пожалуйста. Вот то самое начало момента. И сейчас я попрошу этот момент остановить. Вот здесь можно остановить его. Можно ли засчитать это за ошибку? То, что оставили нападение. Ну здесь, да, общая недоработка команды. Потеряли позиции и дали игроку пространство, который, получив мяч, уже врывался в нашу штрафную. Ну где его, то есть, опорников должен был страховать защитники, что, собственно, Бертран и сделал. Но вот чуточку у него не получилось. Если дальше посмотреть момент. Давайте дальше посмотрим. И здесь вот у меня сразу возникает вопрос, вот это был нырок или нет? Изначально, кажется, по первым впечатлениям, это, конечно, похоже на нырок. Но после того, как я посмотрел более детальный повтор несколько раз, основанием у судей были назначить пенальти, чем он, собственно, и воспользуется. Нога была выставлена. Игрок, конечно, Каи сам ее нашел и, в принципе, уходил в сторону. И здесь судьи принимают решение 50-50. И вот, к сожалению, приняли не в нашу пользу решение. Да, что очень жалко. И счет, естественно, стал 1-0. Но на первый взгляд это чистейший нырок и желтая карточка за симуляцию. Ну а теперь предлагаю перейти нам ко второму моменту этого матча. Достаточно сильный вынос вратаря. Здесь полузащита не очень хорошо срабатывает. Защита тем более, потому что они справа фланга практически никого не держат. И здесь просто они разувают наших игроков и забивают гол. Комментарий. Ну здесь просто хороший вынос мяча вратарем соперника. Игра головой, то есть подбор. И следующий подбор также головой отправляет мяч дальше в атаку. Выиграли два верховых единоборства. Прорвались по флангу. К сожалению, наши защитники не сумели вовремя сгруппироваться. Ну и нельзя не отметить ошибку вратаря, конечно. Потому что прострел, наверное, должен был этот прерывать. Но в целом успешная атака на скорости сборной КАИ. Вопрос такой, не слишком ли жесткий для нас календарь выставился? Потому что первый матч мы проводим с КАИ, второй матч мы проводим с Павловской академией. Слава богу, то что третий матч нам не дали КГУ, Энергоуниверситет, дали нам КГМУ. Но с КГМУ мы тоже в прошлом сезоне не особо хорошо сыграли. Календарь жесткий, это очевидно. То есть это чемпионы во втором туре и прекрасная крепкая команда КАИ, которая достаточно сильная и выступает и на всероссийских соревнованиях. Поэтому да, с календарем, конечно, здесь нам немного не повезло. Но играть пришлось бы и приходится со всеми, поэтому нельзя это списывать на календарь. Но берем очки во втором круге и с остальными командами. Хорошо, сейчас мы переходим ко второму матчу. Это Павловская академия спорта против Казанского федерального университета. Матч прошел сегодня в 12 часов дня по московскому времени. Трансляцию вы могли видеть у нас в группе ВКонтакте. Предлагаю первый момент этого матча разобрать, точнее первый его гол. Вот здесь дальний пас на игроков. В этом моменте, к сожалению, не очень понятно, что там с положением вне игры. Сама игра показала то, что положение вне игры сегодня было достаточно как раз-таки у Павловской академии. Но судья не поднял флажок, то, видимо, все было в рамках правил. Ну, с первым голом все понятно. Теперь давай ко второму, а именно к пенальти, который привез нам в этот раз уже Антон Тимохин. Ну, нельзя сказать то, что привез, сыграл в защите. Мы все прекрасно знаем, что он такой жесткий у нас защитник. Давай разберем этот момент. Вот сейчас, вот видишь, уже что-то происходит. Да, началась борьба. Опять же, вот что хочу отметить, опять же, длинный заброс, как и в случае с первым голом. То есть здесь недоработка атакующей уже группы атаки. То есть правый план обороны у нас... Да, то есть надо все-таки прессинговать защитников Академии было. И вот здесь опять же заброс. И маленький Антон Тимохин остался против высокорослого игрока Павловской Академии. Но опять же хочу отметить, я здесь категорически не согласен с решением судей, так как борьбу вели оба руками. Ну, то бишь, это можно посчитать, что оба нарушали правила. Но, как показал повтор, который успел посмотреть, первым нарушал правила игрок Павловской Академии спорта. И теперь быстренько пробежимся по третьему и четвертому голу, ибо они более-менее похожи. Ну, вот стоит начать с того, что Академия не сбавляла оборотов, и с самого начала второго тайма они... Да, она продолжала атаковать. И вот здесь они просто задавили. Ну, опять же, сборная КФУ в меньшинстве, у Академии наиграть игровые связи, наладить игру в атаке. Поэтому они, естественно, продолжили атаковать. Ну, и здесь, конечно, сказалось то, что наша сборная осталась в меньшинстве, и игроки Академии просто действительно... Друзья, я вам напомню, турнирная таблица на данный момент сейчас выглядит так. На первом месте Павловская Академия спорта, у них в активе 6 очков. На втором, на третьем месте делят их Книтукты и Книтукаи, у них по 3 очка, но матч еще не сыгран. Энерго-университет еще в борьбу у нас не вступил, и Казанский федеральный университет, наша команда, с шестью пропущенными мячами за два матча, находится на последнем месте. Прогноз на матч с медиками? Ну, я надеюсь, что нашей команде удастся победить, и при этом забив не менее двух, а лучше трех мячей, и надеюсь, наконец, у нас получится отстоять свои ворота на замке. Хорошо. Хорошо. Итак, друзья, у меня сегодня в гостях был Максим Гаврилов, ведущий специалист отдела организации физкультуры массовой и спортивной работы Казанского федерального университета. Да, и просто хороший человек, который очень хорошо разбирается в футболе. Макс, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо вам. Еще будем тебя ждать обязательно. Друзья, 12 октября смотрим обязательно с вами прямую трансляцию матча Казанского федерального университета против Казанского медицинского университета. Начало матча в 15.30, и будет еще очень хорошо, если вы придете на трибуну поддержать нашу команду. И на этом все. Мы заканчиваем программу Неделя спорта. Большое спасибо, что смотрели. Еще увидимся. Пока-пока.